хоба привет с вами доктор влад ну чё сегодня рождество будем встречать да вечером сочельник рождественности ну поздравляю всех кто уже близко ну и всех остальных тоже кто еще там несколько часов ждать наверное предпраздничные хлопоты какие-то у вас ну а у меня вчера меня что-то вчера остапа занесло я насчет этого парка выступил насчет тайгана ну в точку попал я посмотрел сегодня комментарии многих удалял там мат сплошной вот ребят вот для тех ну кого то не удалял кто сомневается кто не знает ребят для тех кто сомневается да во первых в россии бизнес не существует сам по себе это только с бандитами да вот а там ну там многомиллионный бизнес вы чё там конечно это все с бандитами конечно он бандит тоже вот этот вот руководитель вот этого парка во вторых еще раз вам скажу что ни один лев в здравом уме не даст себя гладить там фотографироваться с собой все значит это фейк как это делается но это другой разговор что-то подмешивается но вы поняли не буду на этом больше останавливаться проехали этот парк я боюсь только что ну как это бывает в россии ничего хорошего за этого не получится но вот у него просто это бизнес отожмут и с зверюшками будут обращаться еще хуже еще больше будут подсыпать им так чтобы можно было бы с ними вообще лежа там я не знаю фотографироваться ну ладно неприятная тема так чё чё сегодня не во первых чё вчера москва 23 декабря оказывается 724 были учения по обеспечению устойчивостью рунета готовы поддерживать целостность российского сегмента интернета в случае угроз да господи это не могут сказать чего угодно потому что мало кто что заметил да один горшок посылки перестали и контролироваться через интернет у другого что-то еще там отключилась но в общем фигня это все как как и все в россии вся россия фигня понимаете это не страна уже россияне создали петицию новый год без владимира путина на сайте change.org вот я тоже туда зашел и тоже оставил свое имя я редко там петиции оказывается страшное количество 20 декабря 2019 года по инициативе одного из пользователей сайта change.org который является платформа для создания подписи петиции была создана просьба адресована действующим президенту путину ее текст содержит призыв к тому чтобы он в новогоднюю ночь не выходил поздравлять граждан в прямом эфире так как его персона стала ассоциироваться у некоторых россиян с негативными вещами от которых во время торжества им хотелось бы абстрагироваться понимаете да ну путин хватит да хватит интересно ну я говорю я зашел вот вот он называется зайдите на change.org и называется петиция новый год без владимира вот вчера я когда смотрел вечером там было 15 и сейчас уже 17 половиной тысяч ну сто тысяч на не наберется там полно вообще посмотрите за что люди переживают вот на этом сайте от чего хотят избавиться или ну интересный сайт господин президент я уже сайта читаю в преддверии светлого праздника нового года хочется сказать мы устали ваша персона ассоциируется с обнищанием ограничением прав и свобод нас граждан российской федерации бесконечную ложью безмерным воровством безнаказанностью членов установленной вами вертикали власти понимая целиком прочитаю богу понимая то что добровольно вы никогда не уйдете мы подписавшие эту петицию просим вас уйти хотя бы на одну новогоднюю ночь не надо обращение не портите нам праздник пусть в эту радостную ночь мы просто увидим кремль услышим бой курантов и сами поднимем бокалы за то что считаем нужным очень хорошо написано так ушла за семечками не вернулась девушку нашли спустя 16 лет тут вообще странные какие-то дела в красноярске 2003 году была найдена несовершеннолетний возраст 14 16 рост 150 смогла назвать только своими юля и с тех пор ну вот опубликовали это везде в газетах опубликовали с тех пор она жила псих неврологическом интернате она ничего не помнила и вот только сейчас сколько 16 лет прошло с 2003 года уж сколько ей лет уже около 30 оказывается нашли ее какие-то волонтерские отряды ассоциации поиск пропавших детей и нашли родственников юлия позвонил брат юлия и сказал что узнал девушки свою пропавшую сестру все эти годы семья пыталась искать юлию самостоятельно но безрезультатно ребята если у вас подобной ситуации тоже нет результата не теряйте надежду вы видите сколько 16 лет нашли девушку так корреспондент телеканала ямал регион алиса яровская была вынуждена уволиться после вопроса владимиру путину а нечего задавать вопросы да что-то насчет моста какого-то ну понятно все это она одна просто мы знаем а сколько там еще по увольняли вот сегодня с утра в хабарском крае разбился истребитель су-57 летчик выжил он выбросился катапультировался и его подобрал вертолет ищут черные ящики информация о крушении подтвердили агентство и что это за сушка это первый серийный образец ну первый серийный плохо летал потерпел крушение в тайге пилот катапультировался у него нет никаких травм стоимость одного серийного сто пятьдесят семь превышает 2 миллиарда рублей лучше в голодном отдали да да что там говорить все ясно медведев утвердил новые правила экзамена водительские права ну значит какие ты что-то еще будет хуже в россии все развивается от плохого к худшему значит вот еще какая-то гадость ожидается лера кудрявцева перенесла срочно операцию по удалению грудных имплантов кудрявцева что-то я слышал где-то она все время выступает по моему телеведущая она телеведущая лера кудрявцева рассказала что и провели срочную хирургическую имплантацию по удалению имплантов она на телезвезда как написал телеведущая инстаграм импланты поставили 15 лет назад почему производитель представлял пожизненную гарантию а врач утверждал что они перенесут любую нагрузку а какая там нагрузка но если только маньяк попадется несмотря на это очередной осмотр показал что импланты повреждены а силикон растекается в ткани у тебя силикона не хватает да не не силикона а лексикона рассказал кудрявцева все это я из анекдота все с этим ее экстренно госпитализировали прооперировали телеведущий пообещал ближайшие дни подробно рассказать о болезни грудных имплантов на всем бабки делают да поставил импланты бабки удалила импланты бабки народная артистка сэр галина волчук попала в москву в больницу в москву больницу в москве 24 декабря думаю она умерла уже давно что-то она какая-то вот мне кажется она очень старая ну ладно вот раз я так сказал значит там будет долго жить госпитализирована проблема с легкими в боткинской больнице это в той самой с тараканами да как бы тараканы не загрызли так ей 86 лет советская и российская актриса театр и кино т т т т т современник за заслуги перед отечеством ну понятно ну пускай выздоравливает я этого желаю фильм skywalker восход заключительный эпизод звездных войн возглавил российский прокат да ну неужели уж конечно все вот это вот то что зарубежное то что нельзя смотреть это все возглавляет российский прокат а чё свои то фильмы не смотрите а российские скрепные чё не смотрите нет вот хотят американское предпраздничный шоппинг в сша поставил новый рекорд ребята закупки продажи только в течение супер saturday достигли 35 миллиардов хорошо тратит но чё деньги есть почему почему не потратить много через интернет конечно делают самые так как отец о большая четверка мега ритейлеров walmart amazon костка и target вот с наилучшим трафиком который видел наша команда за последние годы вот так вот в татарстане свои должности лишились организатор полицейских учений которые были привлечены школьники вот сначала делают без мозгов да а а потом их отстраняет неполные служебные тут даже видео учение недавно было опубликовано в интернете вызвало большой общественный резонанс но это школьников там молотили они полицейских это не стран это уродство ребята это уже уродство европейский суд по правам человека принял жалобу бывшего главы серпуховского района подмосковья александр шестуна при этом он указал на необходимость прекращение объявлено им сизо голодовки это подтвердило адвокат уфуфу его обвиняют в получении взятки то что он брал взятки в этом нисколько не сомневаюсь но по-моему на него вообще всех собак понавешали да вот ну что теперь дело такая страна я уже какой раз это говорю да водители автобусов и фур могут работать суть не более 10 часов вот так вот они будут обязаны периодически отдыхать специально говорит 6 на трассе нет места для стоянки водитель может продолжить ее поиск однако только в течение одного-двух часов соблюдением необходимых мер предосторожности а в сибири там есть места для стоянки ну я я не могу кто это это не нормально здесь у нас дают для тракеров есть пожалуйста раз съехал с трассы да пожалуйста отдыхай ну вот все там и фуру ставь в россии же этого нет ничего и чем будет бросать баранку на обочине где-нибудь спать не знаю все эти если очень долго выживать рано или поздно выживешь из ума это дмитрий быков какая хорошая фраза ребята какая хорошая фраза россияне действительно выживали выживали и уже уже выживают из ума уже совсем вот и вот насчет этого парка опять но мне пишут но они не адекватные совершенно вот они все матом все какие-то вот фразы какие-то дикие абсолютно и что творится в россии ну посмотрите то ситуации нарастающего общего неблагополучия давно ожидаемая расплата за агрессию коллективное вранье и помрачение умов правильно все люди в панике кошмар это быков пишет и еще вот смотрите федер мессер хаматова доктор лиза интервью белковского мафии благотворители ребят я белковского не люблю но тут правильно ну конечно то мафия я сколько раз уже говорил лиза глинка ну она кто она же не врач ну то есть она как она врач паллиативной медицины она не имеет права лечить понимаете она ходила в белом халате называла себя доктором читаю с тем же успехом я могу ходить в рясе называть себя отец стасик это белковский да ну конечно конечно и вот вся вот эта благотворительность это просто они деньги качают вот и все больше ничего больше ничего причем вот в россии истории паллиативной медицины это очень хитрая махинация по ликвидации медицины настоящий ликвидируется больницы в которых людей еще можно лечить большие больницы на сотни коек они на их месте создаются хоспис где доживают престарелые родственники вот что такое паллиативная медицина имени госпожи фирменсер дело в том что ну да в америке тоже есть хосписы но там уже вот но действительно безнадежно кого нельзя вылечить все а в россии просто не лечат и записывают безнадежные вот все вот кто у меня смотрите вы все безнадежные потому что вас медицина не вылечит российская фух опять я что это разгорячился в москве сегодня презентуют российский электромобиль монарх концепт с церемония будет закрыта это чтобы током не не стукнуло никого наверное он же электромобиль понятно да власти москвы отказались от проекта 70 двухэтажной башни по программе реновации в северо-западном округе им кто-то сказал что она упадет и теперь уменьшили до 30 да и 30 тоже упадет не переживайте сейчас уже ничего не умеют делать так мчс хочет получить право организовывать принудительные эвакуацию граждан в случае чрезвычайной ситуации вот к вам мент подходит все здесь чрезвычайная ситуация вас подмышку и понес или за ноги потащил какая разница вот сейчас хотят это дело организовать получить право понятно да все у меня на на утро все до свидания с вами доктор влад еще встретимся пока